Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Продолжаю начитывать книгу «Золотые руки» Бен Карсон. Глава 18. Крэг и Сьюзен. 25 человек втиснулись в палату Крэга у Орника, и все они, когда я вошел, молились. Они собрались просить Бога о чуде, поскольку Крэгу предстояла операция. Изумляло не только множество людей, толпившихся в палате. Еще удивительное было то, что все они пришли молиться с Крэгом из-за него. Я тоже помолился в течение нескольких минут. Когда я выходил, жена Крэга, Сьюзен, вышла со мной. Она тепло мне улыбнулась. «Помни, что говорила твоя мать?» «Я не забыл», — ответил я, вспомнив слова матери, о которых сам однажды рассказал Сьюзен. «Бенни, если ты попросишь Господа о чем-то, веря, что Он это сделает, Он это действительно сделает». «И ты тоже помни их», — продолжил я. «Я верю», — сказала Сьюзен. «Действительно верю». То, насколько она уверена в исходе операции, я понимал и без слов. Идя по коридору, я думал о Сьюзен и Крэге, о всей их жизни. И им пришлось уже столько перенести, и страшно было подумать о том, что еще могло произойти. Сьюзен Уорник — отличная медсестра нашего детского нейрохирургического отделения. У ее мужа была болезнь фон Гиппелля-Линдау, ФГЛ. У людей, страдающих этой редкой болезнью, развиваются множественные опухоли мозга, а также опухоли сетчатки. Это наследственное заболевание. Отцу Крэга за всю его жизнь удалили четыре опухоли мозга. Чашкие испытания начались для Крэга в 1974 году, когда он заканчивал школу. Ему сообщили, что у него опухоль. О ФГЛ мало кто знал. И профессора, консультировавшие Крэга, не предполагали наличие других опухолей. Тогда я еще не был знаком с Крэгом. Его оперировал другой хирург. Опухоль была удалена. Я шел по коридору и размышлял о том, что перенес Крэг за последние 13 лет. Потом мои мысли обратились к Сьюзен. Ее путь был столь же тяжел, как и у Крэга. Я преклонялся перед ней за то, что она посвятила себя заботе о муже. Бог послал ему идеальную спутницу жизни. Сьюзен однажды сказала, что с самого начала они с Крэгом знали, что у них особенная, небесами посланная любовь. Они познакомились еще в школе, когда ей исполнилось 14, а он был двумя годами старше. Ребята сразу поняли, что это на всю жизнь. Благодаря группе «Молодая жизнь» оба стали христианами, еще учась в старшей классе школы. С тех пор они возрастали в вере и были активными членами своей церкви. Крэгу было 22 года, когда они наконец узнали, как называется его болезнь, и поняли, что опухоли могут появляться вновь. В общей сложности Крэг уже перенес несколько операций на легких и на почечниках. Ему дважды удаляли мозговые опухоли и опухоли сетчатки. Несмотря на все физические препятствия, с которыми он сталкивался, в промежутках между госпитализациями Крэг продолжал учиться в колледже. После первой операции у него возникли сложности с чувством равновесия и изглотанием. Это были неизбежные последствия опухоли. В 1978 году у Крэга началась рвота и головные боли. Тревожила регулярность обоих симптомов. Еще до того, как Крэг прошел обследование, Ион и Сьюзан уже понимали, что у него рецидив опухоли. Однако врач Крэга, терапевт, не считал, что это новая опухоль. И, как рассказывали мне уорники, развеял их страхи. Обследование, однако, подтвердило, что правы были Крэг и Сьюзан. Врач предложил повторную операцию. Накануне операции балтиморский нейрохирург сказал матери Крэга, «Не уверен, что мне удастся вырезать опухоль так, чтобы он не остался калекой». Теперь, узнав правду, Крэг и Сьюзан были подавлены, понимая, как мало у них осталось надежды. Вечером 19 апреля 1978 года, накануне операции, врач сказал Сьюзан, «Завтра после операции мы положим его в палату интенсивной терапии, хорошо?» Затем отошел и, повернувшись, добавил, «Надеюсь, так и будет». Это была одна из тех минут, когда Сьюзан изо всех сил старалась победить в себе сомнения в выздоровлении Крэга. Крэг выдержал операцию, но страдал от множества осложнений, включая двойное зрение и неспособность глотать. Чувство равновесия нарушилось настолько, что он не мог даже сидеть. Крэг оказался так физически истощен и эмоционально подавлен, что готов был сдаться. Но Сьюзан не желал сдаваться и убеждал его не прекращать борьбу. «Ты поправишься», – твердила она. Несколько месяцев спустя Крэга направили в революционную больницу. Добрый самарянин. Туда было настолько сложно попасть, что направление считалось настоящим чудом. В течение следующих двух лет Крэг получал самое лучшее лечение. Его самочувствие поразительно улучшилось. «Слава тебе, Боже!» – молилась Сьюзан, Крэг и вся их семья, благодаря любящего Бога за каждый знак улучшения. Но для Сьюзан Крэга только улучшения было недостаточно. Они жаждали полного выздоровления. «Исцели Крэга, небесный отец!» – ежедневно молились мужественные юноши и девушка. Выздоровление давалось Крэгу тяжело. Он встречал множество препятствий. Когда-то крепкий молодой человек, метр восемьдесят роста, Крэг потерял около тридцати килограммов. От него остались только кожа да кости. Состояние Крэга мало-помалу улучшалось, но впереди предстоял длинный путь. Крэг научился самостоятельно есть. Ему было так трудно глотать, что на еду уходило полтора часа. Он не мог ходить, поэтому был вынужден передвигаться в кресле-каталке. Несмотря на все препятствия, даже сейчас Крэг не утратил мужества и продолжал учиться в колледже. Вера обоих молодых людей была велика, особенно у Сьюзен. «Он должен ходить», – говорила она всем. «Крэг снова будет ходить». После двухлетней терапии Крэг, опираясь на палку, смог вместе со Сьюзен спуститься по лестнице. И они поженились 7 июня 1980 года. Балтимор Сан написала большую статью об их любви и о том, как любовь вырвала Крэга из когтей смерти. Крэг все-таки окончил колледж и получил диплом в январе 1981 года. По квоте для инвалидов он нашел государственную службу. Но не все было идеально хорошо. В конце 1981 года у Крэга обнаружили опухоли в надпочечниках. Надпочечники удалили, и теперь ему нужно принимать лекарства до конца жизни. Вскоре после этой операции Сьюзен познакомилась с доктором Нейлом Миллером, офтальмологом в больнице Джона Хопкинса, который сказал ей, «Теперь мы, наконец, можем поставить точный диагноз вашему мужу. Он страдает болезнью, которая называется болезнь фон Гиппеля-Линдау по имени открывшихся ее врачей». Нейли Дахсюзен почитает статью об этой болезни и рассказал ей, что такой недуг поражает одного человека из 50 тысяч. Обычно ФГЛ вызывает опухоли в легких почках, сердце, селезенке, печени, надпочечниках и поджелудочной железе. Теперь Сьюзен убедилась, что болезнь будет преследовать Крега всю жизнь. Она оторвалась от статьи и посмотрела в глаза доктору Миллеру. Оба чуть не плакали. Позже Сьюзен рассказывала, «Его слезы утешили меня больше, чем что-либо другое. На меня сильное впечатление произвело то, что среди медиков есть люди, столь глубоко сочувствующие пациентам. Его слезы показали мне, что он нас понимает и испытывает сострадание к нам». Так Сьюзен узнала название и симптомы болезни. Это помогло ей понять, чего ожидать в будущем, следующей опухоли. «Болезнь невозможно излечить до конца. Следующая операция не будет последней», сказала она скорее себе, чем доктору Миллеру. «Мы должны жить с этим всю жизнь». Нейл не мог сдержать слез. Затем он кивнул и произнес хриплым голосом. «Теперь вы знаете, с чем имеете дело». Сьюзен решила ни о чем не рассказывать мужу. Крэг, спокойный по натуре человек, в то время был ужасно подавлен. Сьюзен подумала, что если он узнает об этих мрачных перспективах, ему станет еще тяжелее. Она все держала в себе, но ей хотелось узнать как можно больше о предстоящих испытаниях. В следующие полтора года Сьюзен читала и изучала все, что могла найти. Писала всем, кто, как она надеялась, мог дать ей дополнительную информацию. Сьюзен утверждает, что собрала об этой болезни одну из самых больших библиотек в мире. И я ей верю. Она обзванила все клиники Соединенных Штатов, ища те, где проводились исследования ФГЛ. Скоро она узнала о ФГЛ все на свете и продолжала следить за новой информацией. ФГЛ связана с одной из форм слепоты. Наследственный признак доминантный. Значит, у детей, человека, болеющего в ФГЛ, тоже проявится эта болезнь. У сестры Крэга, которой сейчас 40 лет, тоже были опухоли в 20-летнем возрасте. Но, возможно, их больше не будет. Когда Сьюзен наконец рассказала Крэгу о ФГЛ, он ответил просто. Я знал, у меня в организме что-то серьезное. Не в порядке. Думаю, опухоли появятся снова. После этого Сьюзен часто вспоминал, как ей помогло сочувствие доктора Миллера. А перенесенные испытания привели к мысли, что искренняя забота медсестры может серьезно помочь многим пациентам. Тогда-то она и решила выучиться медицинскую сестру. Окончив колледж в 1984 году, Сьюзен обратилась в детское неврологическое отделение больницы Джона Хопкинса и тут же получила работу. Она до сих пор остается там. Неудивительно, что она великолепная медсестра. В сентябре 1986 года Сьюзен заметила, что у Крэга возникли симптоны новой опухоли мозга. Именно в то время на сцене появился я. Сьюзен попросила меня посмотреть Крэга. Я согласился, и мы, сделав компьютерную томографию, объяснили супругам, что у Крэга, кажется, три опухоли. После некоторых предварительных процедур я удалил их. И, к счастью, обошлось без хирургических осложнений. Однако у Крэга возникли эндориенологические нарушения, которые пришлось лечить несколько недель. Немного позже у Крэга образовалась еще одна опухоль с кистой в центральных отделениях мозга. Мне ассистировал главный ординатор Арт Уонг, талантливый хирург. Это была трудная операция. Чтобы удалить опухоль, мы должны были отодвинуть мозолистое тело, часть мозга, которая связывает два полушария, и попасть в центральные отделы. Операция прошла без особых проблем. Крэг чувствовал себя хорошо. Они со Сьюзен молились. Чтобы это была последняя операция, так как знали, каждое новое хирургическое вмешательство работает против них. Улучшение шло медленно, но все-таки шло. Однако через два года, в 1988 году, пришла новая беда. У Крэга появилась очередная страшная опухоль. На этот раз на стволе мозга. В Орельевом мосту. Области, совершенно недоступной для скальпеля. Однако кто-то должен был попытаться. Сьюзен и Крэг попросили меня. «Извините, но я никак не могу вставить Крэга в свое расписание операций», ответил я. Сьюзен хорошо знала, как я завален пациентами. У меня не было другого ответа, кроме этого ужасного, трудного слова «нет». «Хорошо бы вам пойти к кому-то из других нейрохирургов больницы, которые специализируются на сосудистых проблемах», предложил я. «Это опухоль сосудистая». «Но нам так хочется, чтобы оперировали вы», произнес Крэг тихим голосом. «Если есть хоть какая-нибудь возможность», попросила Сьюзен. «Мы знаем, как вы заняты и понимаем». Мы долго говорили, и я продолжал настаивать, в результате чего Крэг решил обратиться к другому хирургу, который использовал новую методику, называемую гамма-нож. Однако, поговорив со свежим шведом, изобретатель этой процедуры, хирург решил, что к такому типу опухоли, как у Крэга, она не подходит. Надо было искать кого-то еще. Между тем, состояние Крэга стало быстро ухудшаться. Он потерял способность глотать. У него развилась такая слабость лицевых мускулов, что он не мог говорить. Начались ужасные головные боли. 19 июня 1988 года Крэга поместили в больничную палату. Сьюзен позвонила мне. Выслушав ее, я понял, что не могу сидеть и ждать, пока Крэгу станет еще хуже. Я должен что-то сделать. На минуту я замолчал, чтобы нахлынувшие было эмоции не повлияли на профессиональные соображения. А затем, поражаясь собственным словам, ответил. Хорошо. Отложу кого-то из плановых. Мы сделаем Крэгу операцию. Операцию назначили на следующий день, 20 июня, на 6 часов вечера. Оба супруги были счастливы. Не думаю, что когда-нибудь видел более счастливых людей. Уверенность, что операцию буду делать я, принесла мир в их души. Все в Божьих руках, предупредил я. Мы верим, что вашими руками вводит Бог, ответил Крэг. Я решился на операцию, но должен был объяснить Крэгу и Сьюзен, что опухоль и киста могут оказаться в стволе мозга. Я не могу сказать наверняка, пока не попаду внутрь и не посмотрю, объяснил я. Если она в стволе мозга, я остановился, не желаю говорить им. Что-то да ничего не смогу сделать. Все понятно, отозвался Крэг. Сьюзен кивнула. Оба догадывались, что их ждет. Но я удалю ту часть опухоли, что находится вне ствола мозга, добавил я. Все будет хорошо, заверила Сьюзен. Она была твердо убеждена в благополучном исходе. Это звучало немного странно. Жена пациента подбадривает врача. То есть не я поддерживаю родственников больного, а они вдохновляют меня. Я согласился на операцию, еще не представляя своих действий. Мне нужно было все обдумать и проконсультироваться с другими нейрохирургами. Никто не знал, что делать с такой необычной опухолью. Я вскрою мозг, посмотрю и тогда уже приму решение. Уорникам я ничего не обещал. Что я еще мог предложить? Ни в каких дополнительных гарантиях супруги не нуждаются. Они выглядят спокойнее, чем я. И вот незадолго до операции я обнаружил, что палата Крэга заполнена молящимися людьми. Это была трудная операция. Опухоль затронуло множество проходящих через нее кровеносных сосудов. И чтобы ее удалить, мне пришлось использовать микроскоп, без которого нельзя было понять, где она начинается. Я осматривал ствол мозга со всех сторон, но кроме того, что он ненормально раздут, не нашел ничего. Я подумал, опухоль внутри ствола мозга. Я начал исследовать его при помощи игл. Этих отделов мозга лучше не касаться. В них так много важных структур и нервных волокон, что малейшее раздражение может вызвать значительные последствия. Я предположил, что в стволе мозга находится киста. Если так, то добравшись до нее и откачав жидкость, я уменьшил давление на мозг. Я не нашел кисту, но вызвал ужасное кровотечение в тех местах, где колол иглой. Ничего другого я не добился. Через восемь часов после начала операции в половине третьей ночи мы прекратили ее и отправили Крега в палату интенсивной терапии. Он много перенес, и мне казалось, что он уже совершенно измотан. Я изумился, войдя к нему в палату на следующее утро. Крег выглядел так, как будто операция еще не начиналась. Он, конечно, лежал в постели, но при этом двигался, улыбался, даже шутил. Справившись с шоком, я объяснил ему Сьюзен, что, по моему мнению, опухоль находится в центре Ворольевого моста, части ствола мозга. Придется вскрыть это место, сказал я, но я не стал делать вскрытие вчера ночью, потому что к восьмому часу операция сильно устал. Я уже не способен был думать, а мне нужна уверенность, что я во все вооружии своих профессиональных способностей, когда делаю вылазку на нейтральную полосу. Мне совершенно не хотелось начинать этого в середине ночи. Попытайтесь еще раз, попросил Крег. Ведь другого выбора у нас нет, уточнила Сьюзен. Пятьдесят шансов на пятьдесят, что Крег умрет на операционном столе, предупредил я. Нелегко говорить такие вещи, но я должен был сказать им все, даже самое плохое из возможного. Если Крег не умрет, он может остаться парализованным или терпеть весь остаток жизни тяжелейшие неврологические нарушения. Мы понимаем, кивнула Сьюзен, и хотим, чтобы вы все-таки попытались. Мы молимся о чуде. Мы верим, что Бог сотворит его через вас. А что мы теряем, добавил Крег. И так, и так, от смерти не уйти. Я назначил операцию через несколько дней. Я знал, что Крег и Сьюзен истинные христиане, но теперь отчетливее, чем когда-либо увидел, как проявляется их вера. Они твердо говорили. Мы жаждем чуда и верим, что получим его. Мы молимся, чтобы Бог дал нам чудо. Санитар вкатил Крега в операционную, и приготовления начались. Крег лежал на столе лицом вниз. Чтобы он не мог двигаться, голову зажали специальной рамкой. Снова врачи брили и обрабатывали его голову. Сестра покрыла ее стерильной салфеткой с маленькими пластиковыми окошком над тем местом, где надо было вскрыть череп. Операция началась. Это была не менее чашкой работы, чем в прошлый раз. Я постепенно продвигался в сторону ствола мозга. Проделываю как в нем маленькую дырочку, пробормотал я. Я взял биополярный электро- коагуляционный инструмент и открыл ствол мозга. Он тут же начал кровоточить. И кровоточил каждый раз, как я его касался. Мой ассистент отсасывал кровь, чтобы держать в чистом операционном поле, пока я думал, что теперь делать. Я молча, горячо молился. Боже, помоги мне понять, что делать. Я всегда молюсь перед операцией, пока мою руки и становлюсь к операционному столу. На этот раз я сознательно молился в течение самой операции, пока думал, что делать. Господи, это для Тебя. Сделай что-нибудь. Я не представляю себе, что делать дальше. Я замер, уставившись в никуда и обращаясь к Богу. Как непременно умрет, если ты не дашь мне знать, что делать. Через несколько секунд я понял, интуитивно понял, как поступить. Дайте мне лазер, сказал я ассистентам. Я попросил лазер просто потому, что то, о чем я подумал, казалось мне наиболее логичным в сложившейся ситуации. Используя лазер, я осторожно попытался сделать стволе мозга маленькую дырочку. Лазер давал мне возможность коагулировать те кровоточащие сосуды, которые я затрагивал. Наконец, минимальной потери крови я проделал крошенную дырочку и проник внутрь. Нащупав что-то необычное, я попытался это извлечь. Возможно, это часть опухоли, но она застряла. Я слабо надавил, ничего не произошло. Я снова задумался, боясь действовать более решительно. Это был ствол мозга, и я не мог открыть в нем большое отверстие. Анестезиологи наблюдали за приборами, фиксирующими вызванные потенциалы, показывающие электрическую активность мозга. Вызванные потенциалы исчезли, сказал один из них. Вызванные потенциалы умерли. Это как если бы электрокардиограмма превратила в прямую линию, когда сердце перестало биться. Такая картина говорила об отсутствии мозговых волн, активности ствола мозга. Это было знаком серьезного поражения. Активность мозга, электрическая активность, происходящая в мозговом стволе, прекратилась, хотя другая сторона мозга осталась неповрежденной. «Мы все здесь, мы собираемся бороться», сказал я, не позволяя саму себе задуматься о том, сколь велика опасность. «Боже, я просто не могу сдаться, пожалуйста, управляй моими руками». Легко умоляюще нежно касался инструментом крощного отверстия стволи мозга. Наконец опухолевые части начали выходить. Я слабо надавил, и внезапно опухоль вышла наружу одной гигантской каплей. Ствол мозга немедленно вернулся к нормальным размерам. Я был доволен, что извлек опухоль, но опасность для Крега еще оставалась, и хорошо зная об этом, я заставлял себя не думать о возможном конце. Даже если Крег выживет, что маловероятно, у него может наступить полная остановка всех жизненных функций. Он останется в коммантозном состоянии и наверняка его парализует. но я все-таки продолжал оперировать, так как был уверен, что поступаю правильно. Операция длилась больше четырех часов. Когда мы закончили, состояние мое было ужасным, слух я сказал только, но мы старались как только могли. Я знал, что это действительно так, но слова не принесли мне облегчения. О дальнейшем гораздо лучше расскажет Сьюзан, впоследствии опубликовавшая всю историю болезни Крега, включая то, что происходило с ней самой во время операции, которую я только что описал. Сьюзан Уорник Многие друзья-члены нашей семьи пришли побыть со мной в тот вечер, и я была им предельно благодарна. Когда со мной никто не разговаривал, я читала Библию. Я хотела довериться Богу и избавиться от всех сомнений, но сомнения оставались, терзая меня. Я не понимала, что со мной происходит, почему я буквально разваливаюсь на куски. Я так долго по-настоящему доверяла Богу и была совершенно уверена, что нас ожидают все эти долгие годы всегда, когда Крек терял мужество, я поддерживал его, и он знал, я с ним. Вместе мы готовы встретить все, что угодно, поскольку знали, что Бог охраняет нашу жизнь. Тогда я была такой сильной, а теперь совсем палодухом. В тот вечер меня ничто уже не могло вывести из депрессии. Я помню, как сказала кому-то из находившись со мной в комнате. Прежде я такого не говорила, да не чувствовала ничего подобного, а сейчас как будто потерпела поражение. Может быть Бог хочет, чтобы я поняла хорошего понемногу? Может быть нам с Креком не суждено справиться с болезнью? Может быть лучше, если так все и останется как есть? Естественно, все пытались утешить меня, но я могла только ждать и волноваться. Ночью я увидел доктора Карсона, входившего в комнату ожидания, где я находилась со всей семьей. Он объяснил, что локализована опухоль, говорил об опасности для мозга, сказав что-то вроде, как я говорил, так и случилось. В лучшем случае Крек проживет несколько месяцев, а потом умрет. У доктора Карсона репутация хладнокровного человека, не позволяющая себе эмоции во время разговоров с родными. У него мягкий добрый голос, такой тихий, что многим требуется усилие, чтобы его расслышать. Кроме того, он всегда очень спокоен. Я почувствовала ожесточение, когда услышала слова о смерти Крека. Чем больше доктор Карсон говорил со мной, тем сильнее я расстраивалась. Я не плакала, только начала дрожать всем телом и никак не могла остановиться. Крек должен умереть. Эта фраза снова и снова звенила у меня в голове. Доктор Карсон сказал, что если мы с Крегом решимся на повторную операцию, он попытается удалить эту опухоль. Еще он сказал мне, что Крега наверняка парализует на одну сторону тела и все равно остается вероятность, что он умрет. Несколько минут я как будто не видела Бена Карсона и ничего не слышала. Крег должен умереть. После этих слов я ничего не могла воспринимать. Пытаясь меня утешить, доктор Карсон стоял передо мной, а я знал наверняка, что слов, способных принести мне покой, у него не найдется. 14 лет прочитав все, что было доступно о ФГЛ, я выучил наизусть эту правду, что если у Крега будет опухоль в Вароливео мосту, то он умрет. Мой Крег, я его потеряю. Крег должен умереть. Опухоль в центре Вароливого моста, повторил доктор Карсон. В этот момент я подняла глаза и увидела доктора Бенджамина Карсона, просто человека. Естественно, он устал, вокруг глаз круги, но что-то другое резко бросалось в глаза. Обычно он не такой, с ним что-то не то, подумал я и поняла. Доктор Карсон потерял мужество, потерпел поражение. Я поняла, что утопая в собственной сумятице и боли, думала лишь о нас Крегом, совершенно не заботясь о том, что может твориться в душе доктора Карсона. Передо мной стоял человек, обычно умеющий скрывать свои чувства, а сейчас у него это не получилось. Я подумала, Бен Карсон удаляет пациенту половину мозга, он делает операции, которые никому больше не по силам. Теперь же я читал на его лице грусть и отчаяние. Я забыл о Креге и о себе и почувствовал жалость к доктору. Он ужасно устал и был весьма подавлен и печален. Доктор перестал говорить, повернулся и вышел в коридор. Я посмотрел ему след и сказал о себе. Мне так его жалко. Я выбежала в коридор, догнала доктора, тронула за плечо. Не надо так грустить, Бен. Я вернулась в комнату. В этот день выписывался какой-то пациент и сестры позволили мне переночевать в пустой палате. Улег шив постель я устал из потолок. Я была сердита, ужасно сердита. Я не могла припомнить, чтобы когда-нибудь сердилась так сильно. Боже, прошептала я в полутме, мы прошли через столько испытаний, но видели благодаря им и много хорошего. И какие только трудности мы не преодолевали, особенно в первые годы нашей совместной жизни. Но сейчас нам хуже всего. Я сердита на тебя, Боже. Ты что же позволишь Крегу умереть и ничего не сделаешь для его спасения? Если ты хочешь взять его, почему не сделал это в 1981 году? Или когда у него обнаружилась первая опухоль? Если ты любящий, почему обрекаешь такого человека Крег на множество мук? Чтобы он все равно умер в конце концов? В этом нет никакого смысла. Ты собираешься сделать меня вдовой в 30 лет? У нас с Крегом даже нет ребенка. Я вспомнила, как другие женщины, потерявшие мужей, рассказывали, что ребенок после смерти мужа давал им цель и смысл жизни. У них-то есть дети, а у меня ничего нет. Мне было так горько, что хотелось умереть. Через несколько минут я встала с постели и, посмотрев в зеркало, не узнала своего лица. На нем было такое ужасное выражение, как будто я смотрел на страшную незнакомку. Еще более несчастная, чем раньше, я опять легла в постель. Мне казалось, что вся моя жизнь это чья-то сплошная ошибка. Все без толку. Вот такая я неудачница. Все заботы, все усилия мои не приводят ни к чему. Как я смогу жить без Крэга? Как ты можешь оставить меня без него? Я исходила злобой. Я ненавидела Бога за то, что он заставил меня посвятить Крэгу всю Неву. Полностью опустошенно я замолчала. И в этот момент тишины Бог что-то сказал мне. Не голосом, ни какими-то определенными словами, но все-таки сказал. Крэг не твой, так что у тебя нет права его удерживать. Он тебе не принадлежит, Сьюзан. Он мой. Когда эта истина дошла до меня, я поняла свою глупость. Мы с Крэг еще в школе отдали свои жизни Христу. Мы оба принадлежим Богу, и теперь я не имею права ничего требовать. Всего несколько дней назад я слушала христианскую радиопрограмму. Проповедник рассказывал, как Авраам привел Исаака на гору и, выполняя требования Бога, намеревался принести его в жертву, своего сына, любимого больше всего на свете. Смотрите Бытие 22 главу. Я вспомнила об этом и смирилась. Да, Господи, Крэг мой Исаак, и, как Авраам, я хочу принести его в жертву тебе. Когда я легла на аккуратную больничную кровать, мне неслышно накрыла волна покоя, и я уснула. Бен Карсон Вечером после второй операции на стволе мозга, совершая обход, я зашел взглянуть на Крэга. Я не поверил своим глазам. Он сидел в постели. Я несколько минут глядел на него, затем изумленно произнес «Пошевели правой рукой». Он пошевелил. Теперь левой. Снова совершенно нормальная реакция. Я попросил выдвинуть ногой и весьма другими частями тела, которые мог вспомнить. «Все было нормально. Объяснить случившееся я не мог, но все было наяву. У Крэга оставались трудности с глотанием, но все остальное оказалось в порядке». «Похоже, Бог кое-что тут сделал», сказал я. «Похоже, Бог все тут сделал», ответил Крэг. На следующее утро мы смогли удалить дыхательную трубку. «Вы потрошили меня», рассмеялся Крэг. Он отпускал шутки, прекрасно себя чувствовал. «Ты получил свое чудо, Крэг», заметил я. «Я знаю, лицо его сияло». Однажды вечером, шесть недель спустя, я был дома с семьей, когда зазвонил телефон. Как только Сьюзен узнала мой голос, она, даже не представившись, закричала, «Доктор Карцен, вы не поверите, что случилось!» Крэг съел целую тарелку спагетти с «Это произошло полтора часа назад, и Крэг прекрасно себя чувствует!» Мы поговорили какое-то время. Мне была удивительно приятна мысль о том, что я оказался участником замечательной жизни Крэга и Сьюзен. Я подумал, что такие простые вещи, как к примеру способность глотать, мы считаем само-самое разумеющимися. Только люди вроде Крэга и Сьюзен понимают, насколько это чудесно». И вот тут звездочкой под ней написано. «Что ждет Крэга? Мы надеемся, что он вернется к своему дооперационному состоянию, а это означает, что он снова станет работоспособным. Насколько я знаю, с точки зрения неврологии ему стало хуже. У него отмечается тремор. Есть еще проблемы с глотанием. Разрушительные последствия второй операции, от которого он вообще должен был умереть. К несчастью, у Крэга могут возникнуть другие опухоли. Но, полагаю, вероятность того, что опухоль снова окажется в стволе мозга мала. Сейчас он работает над магистерской диссертацией по пастырскому консультированию. Слава тебе, Боже наш, слава тебе.